Это было моё лучшее чтение 2021 года. И у меня осталась последняя книга. Я знаю, на 100% уверена, что это Владимир Сорокин. Здесь сразу три тома. И я надеюсь, вот тут нет никакой приписки, я надеюсь, что если здесь реально Сорокин, нет, нет приписки про три тома, я имею в виду, что здесь внутри, что мне не надо читать три тома, потому что это уже какое-то читерство насчёт трёх томов. Та-ра-ра-рам! Последняя книга марафона! Конечно же, ребят, я была абсолютно права. Это Владимир Сорокин. Ледяная трилогия. Я своё знакомство с Сорокиным начала с Теллурии. Спасибо Кате, что она мне посоветовала именно с неё начать читать, потому что, наверное, для меня творчество Сорокина, его раннее творчество было бы без знакомства с поздним творчеством чересчур слишком. Но Катя меня водила и на документалку о Сорокине, и мне, в принципе, очень понравилась личность этого человека. Про ледяную трилогию я тоже знаю множество спойлеров, но читать буду с огромнейшим удовольствием. Я просто очень хотела, чтобы Света продолжила своё знакомство с Сорокином и выбрала ледяную трилогию, которая стоит как бы между ранним и поздним творчеством, потому что трилогия написана в начале нулевых. До того, как я покупала вот именно в издании «Корпус», где есть вся трилогия, это «Путь Бро», «Лёд» и «23 тысячи», у меня был он только вот в таком виде, у меня был только второй роман, и я читала раньше только второй роман. Причём раньше, когда я покупала вот этот роман «Лёд», я не знаю, почему я пропустила «Путь Бро», нигде здесь не указано, что это вторая часть трилогии, я её спокойненько прочитала, и только с того времени, как Сорокин стал издаваться в «Корпусе», я прочитала уже всю трилогию полностью, она мне нравится. И на мой взгляд, это очень хорошее продолжение знакомства с Сорокином и Света. Я официально разрешаю тебе не читать всю трилогию, прочитать только первый роман. Он буквально тут 260 страничек, я такая добрая. Это ты мне, Светочка, давала романы по 800 страниц, которые мне не нравились. И если Свете уже понравится, она примет самостоятельно решение. Будет она продолжать читать дальше или не будет? Мне всегда немного грустно, когда марафон, меня заставили это читать, подходит к концу. А этот марафон, вернее, в этот марафон, я испытываю какую-то особую грусть, ребят, потому что все книги, которые подобрала мне Катя, в этот раз меня поразили в самое сердце. Это было очень крутое и классное чтение. И мне кажется, вот я читала их подряд. Я обычно как-то... Ну, у нас марафоны, когда мы записываем, мы как-то разбавляем, да, то есть пишется не подряд марафон, а какими-нибудь кусочками, может, там, две недели между книгами пройти. А сейчас получилось так, что я книги читала подряд, и все эти книги были настолько хороши, что сейчас, закончив этот марафон, у меня есть небольшой страх того, что последующие книги, они не будут дотягивать до этой планки, что не будет меня так трясти при чтении, как в этом марафоне меня заставили это читать. Ну, во-первых, я прочитала все три тома. Во-вторых, мы с Катей разобрались, почему в библиотеке у нее был только лед из этой трилогии. Оказывается, лед, несмотря на то, что вот в этом томике идет вторым романом, он был написан раньше. Это действительно первая часть трилогии, с чего все началось. А лед был написан в 2002 году, и потом Катя как раз где-то года с 2002 немножко отошла от творчества Сорокина. Собственно, поэтому продолжение она и не увидела. Вернее, даже не продолжение, а получается приквел ко льду и уже последний заключительный роман. Здесь в этом томике три романа, все три романа трилогии. Это Путь Бро, Лед и 23 тысячи. Я вам могу сказать, что все эти три романа надо читать в совокупности. Несмотря даже на то, что вроде и Лед, да, сам по себе законченное произведение, и Путь Бро вроде тоже законченное произведение, но полностью концепцию этого романа можно оценить, только прочитав всю трилогию. Я, кстати, читала романы именно по хронологии, то есть не так, как они расположены в этом томе. Я начала читать с того, что было написано первым, это лед. И для меня это, знаете, оказалось таким чтением, ничего не понятно, но очень интересно. Потому что реально, прочитав лед, объять весь масштаб задуманного автором совершенно невозможно. Мое первое знакомство с Сорокиным началось с Телурии. И я до этого не видела того самого текста, то есть самой пластичности, о которой говорит Катя все время в его творчестве. И, наконец-то, здесь я с этим познакомилась. У Сорокина реально получается незаметно для читателя менять жанр романа, менять стиль романа. И в какой-то момент вы читаете дворянский роман, где вам рассказывают о боярьях. Потом внезапно вы оказываетесь в эпицентре какой-то экспедиции. И здесь уже приключения, исследования. Потом вдруг неожиданно на вас сваливается некий бандитский Петербург. И в завершении вас еще сверху придавливает остросюжетный боевик, триллер, я не знаю, в общем, одно сплошное действие. В чем смысл вообще всей этой трилогии? На Земле существуют люди, которые не совсем люди. Это некая группа, община, которая пробудила свои сердца. И пробудить сердца можно при помощи льда, который был найден на месте падения Тунгусского метеорита. В романе Путь Бро, кстати, Бро – это имя персонажа. Это не Бро, о, Бро, привет, Бро. Это не вот этот Бро, это имя героя, Бро. И в первом романе мы наблюдаем путь этого персонажа. Это тот самый человек, родоначальник вот этой странной группы людей, который нашел лед и пробудил себя. И вот этот Бро закладывает целую идеологию. По его версии, на Земле ровно 23 тысячи людей, у которых могут пробудиться сердца. Это особенная избранная группа. И на протяжении всех трех романов мы наблюдаем за тем, как последователи Бро ищут этих самых людей, чтобы пробудить всех и собраться всем вместе. В этом и заключается их главная цель – собрать всех пробудившихся. Обычные люди для них – это мясные машины. Это те самые люди, которые ничего не стоят и ими можно пользоваться как расходным материалом. Потому что это не существо, которое мыслит, чувствует, живет, а просто обычная мясная машина, в которой пустое сердце перекачивает кровь по вот этому вот ходячему мясному отрезу. Почему я говорю, что трилогию надо читать целиком и вы не увидите в единой цельной картины? Потому что книги абсолютно разные по настроению и в каждой книге абсолютно разная цель. Если в пути Бро мы видим действительно становление вот этого вот первого человека, который открывает себя чему-то новому, когда ходит на пути последователей, людей, которые его понимают. Кстати, на фоне вот этой группы людей, которая пробуждает себя к истинной жизни, пробуждает истинных себя, разворачиваются события начала 20 века. Это и революция, это война. И когда ты вот таким вот фоном видишь эти страшные события, они режут гораздо больнее, чем если бы весь центр повествования был бы сфокусирован именно на этих событиях. Во второй книге повествование в основном сконцентрировано на каких-то житейских, я бы даже сказала, бытовых ситуациях, в которых жили или продолжают жить вот эти пробудившиеся люди. Когда ты наблюдаешь за этими пробудившимися, особенно на фоне той грязной бытовухи, которая разворачивается в стране или в мире, давайте скажем, в мире, потому что наших особенных людей пробудившиеся находят не только в России, они находят их по всему миру и вообще за некоторыми особыми экземплярами там еще, знаете, придется усилия приложить, чтобы их найти и уж тем более пробудить. Наблюдая вот за ними, тебе кажется, насколько гармонично вот эта их группа, как они к друг другу относятся, с какой осторожностью, с каким теплым чувством. Но третий роман, он расставляет все по своим местам. Я честно скажу, я не знаю, что конкретно этим романом до этой трилогии хотел сказать Сорокин, но лично для себя я в очередной раз увидела подтверждение тому, что любая попытка возвышения себя над какой-то определенной категорией людей, она ни к чему хорошему не приводит. Что как только вы чувствуете, что вот он я, да, такой хороший, стою в белом пальто, а вот там черн-черная, которая моего мизинца недостойна, что вот эта линия поведения, она никогда не закончится хорошо. Ни для вас, ни для окружающих людей. Если говорить о том, какой мне роман понравился больше всего в трилогии, то это будет первый. Это «Путь Бро». Именно потому, что он наиболее сбит, наиболее плотно написан. Это действительно вот роман, полновесный роман. А вот о «Льде» меня очень сильно смущало повествование, потому что все герои и сам роман написан так, как будто автор знает четыре слова. И он эти четыре слова все время, ну, больше, да, допустим, сорок слов, хорошо, не четыре. И он эти слова между друг другом все время переставляет в разные последовательности. Это очень скупое повествование и больше всего мне резало глаз, знаете что? Я понимаю, что это фишка, это приемы и так далее и тому подобное, но это когда вводится какой-нибудь персонаж, про него, знаете, как пишется? Сейчас я вам открою и просто скажу пример. Вот, нашла. Наташа, 18 лет, пухлое лицо, черные волосы, короткая стрижка, красный махровый халат. Или, например, водитель. Где он наш водитель? 40 лет, бородатый, очкастый, с большой серебряной сергой и черно-желтым платком на голове. И вот у меня это вызывало постоянно некий диссонанс. Я дальше Сорокина читать обязательно буду. Я все-таки надеюсь, что рано или поздно Катя мне посоветует что-нибудь из его раннего творчества и я проникнусь по полной программе. Но мне кажется, что вот это чтение этой ледяной трилогии оно очень хорошо продолжило мое чтение Трансметрополитена. Но, с другой стороны, именно потому, что я читала ледяную трилогию после комикса, она мне понравилась не настолько сильно, как комикс. Я еще от Спайдера Иерусалима не остыла и боюсь, остыну не скоро. Вот такой получился марафон, ребята. Я думаю, что мы итоги марафона подведем на книжном завтраке в воскресенье. Там уже и Катя что-нибудь нам расскажет интересное. Ты расскажешь нам что-нибудь интересное, Катя? Я что-нибудь еще добавлю. Возможно, я чуть-чуть сейчас вот у меня какие-то эмоции схлынут ровно после этого марафона, но мне очень понравилось. Это был лучший мой марафон. Меня заставили это читать. Здесь Катя постаралась на славу. Выбрала для меня совершенно неожиданные книги. Ну, несмотря на то, да, что я догадалась, что вот это ледяная трилогия Сорокина. Но это было очень и очень здорово. Ребята, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И мы обязательно скоро встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok